Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. После всего того, что мы с вами говорили о Бузовой, после всего того, что она делала и творила, после появления на премии Муз-ТВ 2021 года, как люди окрестили не начало света, а конец света, где она билась в конвульсиях о красную дорожку, это можно бесконечно перечислять. Вы все прекрасно знаете и понимаете, мы с вами неоднократно рассматривали. Эта новость меня повергла в шок. Эта новость меня просто повергла в шок. Нет, в контексте того, что мы рассматривали заявление Прокловой, а она, по-моему, как раз говорила о МХАТе, нет, это я просто так, я имею в виду, что это не связано, естественно, с этим, там режиссерский диванчик и так далее. Нет, это я просто напоминаю, что мы тоже об этом говорим. Мечты сбываются. Ольга Бузова стала актрисой МХАТа. Но куда дальше еще идти? То есть, вы понимаете, в чем дело? Даня Милохин, главный тиктокер страны, который сказал на Петербургском международном экономическом форуме, где бизнесмены обмениваются опытом и так далее, что он привык, как правило, вообще не думать. Он оказался на Петербургском международном экономическом форуме, где выступал президент страны, на секундочку, а потом явился на премиум СТВ в полуплатье, в полумужском костюме. Называет себя принцесской и фотографируется в платье баварской официантки. Но это же смешно, даже то, что я сейчас сказал, это невозможно слушать серьезно, но это так. И вы знаете, когда он оказался на Петербургском международном экономическом форуме, мне стало понятно, что просто так бы он там не оказался. И я считаю, мое субъективное оценочное мнение, мне так кажется, что эти люди не просто так оказываются там, где они оказываются, не просто так они так долго, что называется, популярны. И я вообще считаю, что они не популярны в принципе, если бы оставить их без раскрутки и так далее, без музыкальных телеканалов. Их никто слушать не будет, мое мнение, или смотреть. Их навязывают целенаправленно молодежи и аудитории. Так вот, сколько мы говорили о Бузовой, которая, собственно говоря, 23 миллиона 300 тысяч подписчиков, подростков. Хорошо там накручено, вот 10 миллионов. Я уже говорю, в Барнаул она приезжала, там дети стояли не только в торговом центре, где она выступала, но и на прилегающих улицах. Она левую руку поднимает, правую член, они правую, левую, левую. То есть повторяет все абсолютно. Она становится не просто, что ее стало меньше в плане пения, да, действительно, и мы с вами говорили, что в прошлом году под Новый год якобы, якобы Алла Борисовна Пугачева сказала, что ее поменьше Бузовой, потому что она не соответствует семейному такому образу, а праздник семейный Новый год. Вот из того, действительно, момента ее стало меньше. Она стала актрисой МХАТа, значит, главный театр страны. Поющая ведущая приготовилась покорять, пишут. То есть теперь, вы понимаете, если мы говорили там о подростках, которые смотрят и так далее, теперь МХАТ, видимо, решил повысить свою популярность за счет того, что дети захотят пойти и посмотреть, как в спектакле в этом играет Бузова. Ну, естественно, захотят миллионы, если у нее их. Конечно, они захотят пойти, будут сейчас спросить родителей, театр, пойдем посмотрим и так далее. С одной стороны, это неплохо, вы скажете, да, потому что дети пойдут в театр. Но, с другой стороны, они пойдут же не на постановку какую-то серьезную или там еще что-то. Ну, кстати, постановка-то, может, и серьезная. Но вопрос в другом, в том, что где Бузова и где МХАТ? Вы понимаете? Это же просто, я считаю, это издевательство над талантливыми, действительно, актрисами, которые оставляют всю себя на сцене, что называется. И здесь приходит Бузова для того, чтобы играть. Это, я не знаю, друзья, я каждый день, вот, рассказывая об этом, я все в большем-большем шоке пребываю, что вообще происходит. Они решили театрами теперь, то есть дебилизировали социальными сетями, дебилизировали телевидением, теперь театрами надо дебилизировать. То есть, наверное, поняли, что есть процент молодежи, который не дебилизируется, телевизор не смотрит, контент потребляет в интернете выборочно и ходит в театры. И теперь дебилизировать через театры, наверное, решили. Это вообще страшно. Это та часть молодежи, на которую можно надеяться в том смысле, что они сохраняют какой-то фильтр, да, восприятие. Фильтр у них стоит, и информация проходит, так сказать, не вся вот это негативно. Они идут в театр, постановки любят и так далее. И туда она явилась. Это просто страшно. Телеведущая Ольга Бузова пишет, поделилась радостным событием. Инстадива стала актрисой одного из самых популярных российских театров. Несмотря на то, что в насыщенной жизни ведущей всегда присутствовала сцена, 33-летняя Ольга всегда мечтала о театре. По признанию Бузовой, у нее было огромное желание играть в серьезных постановках. И вот что я вам скажу, пишет она, мечты сбываются. Просто нужно четче формулировать свои желания. Но вдумайтесь на секундочку. Можно себе представить, чтобы кто-то четко сформулировал себе желание и стал спикером Петербургского международного экономического форума, как это сделал Даня Милохин. Люди платили по миллиону рублей за входной билет. Даня Милохин стал спикером, я так понимаю, просто так, как приглашенный. Он четко сформулировал свое желание, но за идиотов-то людей держать не надо. И как вы считаете, в театральном институте сколько человек на место, зашкаливает абсолютно поступить, просто невозможно. Поэтому и вот эти вот есть там домогательства, о которых все рассказывают и так далее в этой среде. Потому что конкуренция огромная, все хотят быть знаменитыми, все хотят быть актрисами, все хотят играть и так далее. Ну, я имею в виду все, многие действительно чувствуют, что это их призвание. И в данном случае получается, что она говорит, главное мечтать. Опять-таки она транслирует, понимаете, Милохин транслирует, что думать не надо, берешь телефон и все, ты знаменит. Наверное, забывая добавить, что его поддерживает, там не знаю кто, что он спикер Петербургского международного экономического форума, не знаю, он рассказывает только о том, что он купил черный майбах и перекрасил его в розовый цвет. В чем смысл его участия был, я не знаю, друзья, до сих пор для меня загадка. Я пришел в ужас, когда его там увидел. А Бусова говорит о том, что мечты сбываются, просто мечтает. Делать ничего не надо, делать ничего не надо. Она просто взяла, помечтала и стала актрисой главного театра страны МХАТа. Вот и все. Но кто-то верит в это вообще, что это просто так. Вот она помечтала, посидела и стала главной актрисой МХАТа. Ну, естественно, просто так туда не попасть. Вот девушка посидит, помечтает и станет главной, значит, актрисой главного театра. Да никогда на свете, никогда в жизни. Она вспомнила время Бузова, когда только собиралась поступать в институт. На тот момент Ольга уже думала о творческой карьере. Однако родители восходящей звезды, звезды, настояли на обратном. И все же у знаменитости получилось стать актрисой. Сейчас Бузова готовится к премьере спектакля и обещает своим поклонникам грандиозное выступление. Я каждый свой день, пишет она, провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона в МХАТ. Премьера нашего спектакля «Чудесный грузин», сообщила она в своем инстаграм. Я не знаю, как реагировать. Это все, это все, это все. Многие подписчики, значит, не восприняли всерьез и подвергли, значит, конечно, негативные комментарии. Я считаю, что это просто, это просто, не знаю, как я это... Вот что она пишет в своем инстаграме. «20 лет назад я пришла к маме и сказала, что хочу поступать в театральный институт. Но мама запретила мне это делать. Я поступила в СПБГУ на геофак. Отучилась и закончила его с красным дипломом. А на минуточку это лучшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Ну, о театральной сцене я мечтала всегда. В моей жизни было много постановок и антроприз. Но я мечтала о серьезном спектакле в лучшем и самым знаковом театре страны. И вот что я вам скажу. Мечты сбываются. Просто нужно четче сформулировать свои мысли. Встречайте, Ольга Бузова, новая актриса главного театра страны МХАТа. Дебилизация на новом уровне. Друзья, пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Вот такие глаза у меня. Подписывайтесь на канал после этой премии Муз ТВ. Сразу еще такая новость. Это все. Это, конечно, это все. Ставьте лайки, дизлайки. Значит, также подписывайтесь на Инстаграм. Последние фотографии, прямые эфиры. Будда Гришна на латинице, нижнее подчеркивание, единичка, или на русском Будда Гришна, рядом три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok